МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия на руднике в шахте 4-го Калийного сегодня ночью погиб рабочий. На краю березняковцы, проживающие рядом с новым провалом, волнуются за свои дома. Новый закон, бесплатная приватизация жилья вновь продлена. Сегодня в Москве прощались с политиком Борисом Немцовым. Мемориальный центр политических репрессий Пермь-36 прекращает свою работу. А мы готовы рассказать о том, что произошло в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Елены Вавилова. Здравствуйте. Трагедией закончилась рабочая смена для сотрудника компании Урал-Калий. Сегодня ночью на 4-м рудоуправлении погиб 38-летний рабочий. Как сообщают в пресс-службе компании, 3-го марта в руднике БКПРУ-4 при подключении электрического кабеля к трансформатору получил смертельную электротравму машинист горно-вымочных машин. За жизнь шахтера боролись врачи, но спасти мужчину не удалось. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Урал-Калий выражает соболезнование семье погибшего сотрудника. Ей будет оказана материальная помощь. А в ЧП со смертельным исходом, которое произошло в конце 2012 года на Ависме, до сих пор не могут найти виновных. Тогда в результате выброса газа погибло трое работников предприятия. Сегодня прошло одно из судебных заседаний по делу Ависмы, где на скамье подсудимых оказались двое молодых рабочих, коллеги погибших. Евгения Кокшарова продолжит. Авария на Ависме, которая оставила немало вопросов, произошла 14 ноября 2012 года. Тогда в результате выброса угарного газа погибли трое рабочих. Юрий Сафонов, Виктор Децель и Анатолий Попов. С тех пор прошло два с половиной года, но эксперты до сих пор разбираются, кто же виновен в этой трагедии. Сегодня на скамье подсудимых коллеги погибших. Печевые. 26-летний Дмитрий Чуйнов и 32-летний Александр Васев. Где-то в районе 15 часов уже. Может, чуть даже раньше. От начальника производственного отдела о том, что в 32-м цехе происходит, есть загазованность. Правда, непонятно какая. Директор по производству Ависмы Владимир Бабин в подробностях вспоминает события этого дня. Как показывает судебная практика, за последствия ЧП на производстве перед лицом Фемиды обычно отвечает начальство. Сегодня все практически наоборот. Руководители выступают в качестве свидетелей. А на скамье подсудимых простые рабочие. Дмитрия Александра обвиняет по статье 109, часть 3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Далеко не все показания в пользу обвиняемых. Свидетели говорят, печевые нарушили свои должностные инструкции при чистке хлоратора. Напомним, выброс газа произошел именно из-за разгерметизации этого аппарата. Вдова Виктора Децеля также возлагает вину на коллег мужа. Они нарушили все должностные инструкции, не соблюли никакие меры предосторожности, не сообщили о данном происшествии ни в пульт управления, ни по громкой связи не оповестили никого о случившемся. Конечно, они виноваты и их вина доказана. Напомним, что подсудимые сами пострадали в результате аварии, надышавшись угарным газом. И были ли они вообще в состоянии сообщить о предельно допустимой концентрации газа. Для нас этот вопрос пока остается открытым. Печевые вину признают лишь частично и от комментариев воздерживаются. Максимальное наказание по статье 109 части 3 – лишение свободы на срок до 4 лет. Такой срок светит двум молодым мужчинам. Получается, авария, произошедшая 2,5 года назад, может сломать еще две человеческие жизни. Мы будем следить за развитием ситуации и в следующих выпусках обязательно расскажем, какой приговор вынесет суд. Евгения Кокшарова, Лев Собуров, новости на ТНТ. К другим темам. Березняковцы, проживающие в районе Рудника, стали намного бдительнее. Накануне поздно вечером съемочную группу ТНТ вызвали жильцы многоквартирного дома на Ленина-9. Люди обнаружили у себя в подвале нечто похожее на воронку. Вера Андреева о том, как живется людям рядом с провалом. Они там дальше ушли. Ну и что там у вас? Жильцы Ленина-9 признаются, а в легкой панике они теперь каждый день обследуют стены, подвал и фундамент своего дома. Неудивительно, две недели назад в Березняках появилась новая бездонная яма. На этот раз в жилом районе. Отсюда до нее рукой подать. Все засыпано свежее, свежая глина. Что ж, в данном случае констатируем. Коммунальщики сработали на ура, оперативно, как на пожаре. В считанные часы яму в подвале засыпали и сверху залили бетоном. Страх есть, конечно. Страшно больше от неизвестности. От того, что мы ничего не знаем. Нам ничего не говорят. Уж дело никто нас не вводит. Ничего не знаю, моя хата с краю. Это крылатое выражение в Березняках, пожалуй, обретает новый смысл. Люди действительно подтверждают, сейчас они прежде всего страдают от недостатка информации. По их словам, никто за эти две недели после образования провала ни разу не вышел к жителям рудника и не ответил на их вопросы. Сейчас еще сильнее затрясло, потому что у меня вот вчера, он уже спал, да, он все время прислушивается. Мы уже собрали документы, нам реально страшно. У меня маленький ребенок. Обои просто начали расходиться, как ткань. Как старая ткань, сверху до низу. Вот закрыли у нас вот. Вот получается недели три назад. Здесь секции разные. А что это за такие металлические? Вот это все закрыли, а потому что тут щель между секциями и верх соединился давно уже. Упала эта стена, упала на четвертый подъезд. Вот приезжаю, гляжу, закрыто все. Мы еще общались с Шпэтом. Нам сказали, что наш дом стоит на целике. Так интересно, да? То есть все вокруг рухнет, а мы на своем целике будем стоять и мостики кидать. Да, через вот это вот все. И так будем жить. Тоже забавно, да? Согласитесь. Хотелось бы, чтобы они вот пришли и конкретно дали ответы, когда нас растелят или не растеют. Многоквартирный жилой дом на свободе 19. Однажды, еще после образования первого провала, этих людей уже переселяли. Их даже возили на экскурсию в Уссуле, в формальдегидные домики. А бабули в то время уже сидели на чемоданах и ждали переезда. И вдруг ничего. Без объяснения причин людей оставили. Сегодня из этого района уже потихоньку выехали все организации. Шпэт, ученые, судно Преображенского. А люди живут в растерянности. И с нервной улыбкой на лице показывают нашему телеоператору, как буквально по кирпичикам разбирается их дом. Конструктор лего. Для детишек. Дыра. Полностью москвит. Сода полностью. Это все полностью до пятого этажа. Вот таким вот способом раскладывается. И вот так вот и ходишь. У людей накопилась масса вопросов. К городской власти, к ученым, чего им ждать и к чему готовиться. Пока что они сохраняют внутреннее спокойствие. Но не скрывают, жизнь на краю провала невыносима. Все мысли сводятся к тому, что все время прислушиваешься. Стоит ли еще 26-я школа? Не трещит ли их дом? И почему выпадают и трескаются маячки в подъезде, как раз возле той двери, где, к примеру, живет двухлетний Костик? На, 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 сит. Костя. Сит. Сит. Наша телекомпания уже направила запрос в городскую администрацию. Так же, как и сотни жителей района Первого Рудника, мы ждем комментариев специалистов и ученых. Вера Андреева, Степан Некрасов, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Бесплатная приватизация жилья вновь продлена. Закон был одобрен Советом Федерации и подписан президентом в конце февраля. Сроки окончания бесплатной приватизации переносились уже трижды, начиная с 2010 года. И в этом году воспользоваться услугой бесплатно можно было до 1 марта. Но новый закон, подписанный президентом, предусматривает продление приватизации еще на один год, до 1 марта 2016-го. Авторами законопроекта выступили члены фракции «Справедливая Россия». И мотивировали это тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, и ожидающих расселения, после 1 марта 2015 года, лишатся возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. А Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о продлении до 1 марта 2018 года для владельцев индивидуальных жилых строений, так называемой дачной амнистии. Для земельных участков и иных строений срок дачной амнистии не ограничен. Начиная с 1 сентября 2006 года, даты вступления в силу закона о дачной амнистии в Пермском крае, по данным Росреестра, было зарегистрировано более 190 тысяч прав на объекты недвижимости. В целом по России около 2,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства, более 2 миллионов домовладений и более 6 миллионов земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Руководство Росреестра по Пермскому краю, комментируя новый закон, отмечает повышение активности владельцев индивидуальных жилых домов в легализации своего имущества в преддверии окончания дачной амнистии. Продолжу выпуск. Сегодня движение автомобилей у Рябинового сквера регулировали школьники. Но вместо полицейского жезла в руках у них были плакаты, призывающие водителей избавить скорость. Готовы? Все, приступаем? О чем мы должны с вами помнить? О безопасности. Перед выходом на проезжую часть инспектор ДПС проводит подробный инструктаж и еще раз проговаривает правила поведения на дороге. Сегодня регулируют движение на пешеходном переходе без светофора школьники 8 и 11 школ. Еще издалека, увидев детей с плакатами, водители начинают притормаживать перед пешеходным переходом. Они смотрят, что надо соблюдать это правило дорожного движения и не нарушать их. А ты сам-то соблюдаешь правила? Да. А кто вообще всем начхать на это? Кто-то так и будут продолжать. Ну я надеюсь, что все водители будут следовать этой акции. Для проведения акции этот нерегулируемый пешеходный переход был выбран не случайно. В прошлом году ученица 11 школы попала здесь под колеса машины. Слава богу, тогда все закончилось хорошо. Девочка оделась небольшими ссадинами и испугом. Очень активно откликнулись на эту акцию, потому что большинство из них проживает в этом районе. Они бегают гулять, многие бегают в Рябиновый сквер. Поэтому проблема перехода именно на этом перекрестке актуальна. Потому что не всегда водители притормаживают. С информационными плакатами для водителей и листовками для пешеходов школьники вместе с сотрудниками дорожной полиции выходят уже не в первый раз. Так они и сами еще раз повторяют правила дорожного движения и напоминают культуру поведения на дорогах остальным участникам движения. Может при помощи детей у нас отчасти где-то чье-то сознание заденем. И кто-то когда-то задумается, что не стоит нарушать правила дорожного движения или перейти безопасную дорогу согласно правилам. Тем временем Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города приглашает юных березняковцев принять участие в конкурсе детского рисунка, посвященному Дню торговли. Прием рисунков будет проводиться с 23 марта по 3 апреля в следующих номинациях. Моя мама продавец-кассир, торговая семейная династия. Мой папа лучший работник торговли, лучший магазин города Березняки глазами ребенка. Рисунки на конкурс могут подать дети в возрасте от 7 до 10 лет. К рисунку необходимо приложить данные об участнике, фамилии, имя, возраст, а наставники, руководители или родители, фамилии, имя, отчество, а также контактный телефон. Ждать работы юных художников будут в Управлении по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города по адресу улица Парковая, 7. Подведение итогов и определение победителей пройдет 10 апреля в торговом центре «Оранж Моу». И в завершение выпуска хочется отметить, что сегодня, 3 марта, довольно необычный день. День ожидания чуда. Вот и мы решили спросить березняковцев, о каком чудесном событии они мечтают. О каком чудесном событии мечтаете вы? Даже не знаю. Не могу сказать. Уже не до чудес. А почему? Так, забота, суета. Были бы все здоровы, больше не надо никаких чудес. Заработать? Ну, не знаю, честно, о многом мечтается. Если я чудесным, хочу летать. Чтоб муж выздоровел. Наверное, получить мужчину в подарок. Война что кончилась? А у меня, кажется, уже есть два чуда, у меня два ребенка, так что я пока, в принципе, у меня нет вообще желаний никаких. Тогда у вас сменится, в России. Может, чтобы все в жизни было прекрасно у всех. Я мечтаю покататься на лошади, единороге. Вообще, я хочу иметь крылья настоящие, как у бабочки. Чудо есть чудо, оно уже есть. Какое? Впишна. Надеюсь, что в вашей жизни чудо все же случится. А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, выясняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok